Итак, всем привет, меня зовут Вадим, и вы на канале Ютубер Польши. Итак, дорогие мои, мы начинаем новую рубрику на моем канале, и она будет называться «Советы юриста». И, скажем так, постоянным гостем нашей рубрики будет юридический консультант по-польски, это рабцоправный, Виталий Гачковский. Друзья, я много бредами. Окей, итак, следующая тема, которую мы прямо сейчас с вами будем обсуждать с Виталием, это легализация пребывания ребенка, рожденного здесь, в Польше. Приехала, ну, стражерограничная, и депортировала дитину. Во-первых, есть законы, которые охраняют единство семьи, не можно так дать малой дитине, которая родилась, доказ депортации, это невозможно. Но и так, дитина должна быть какие-то документы, даже если поездить в лекарню, например, надо иметь ПЕСЕЛ, надо иметь какие-то документы, это важно, чтобы функционировать и жить. И большинство консультантов приезжают в таком витке, что дети родятся, правда, в таком витке. И это очень хорошо. Так. Треба родить детей, чтобы нация не снижала, чтобы не снижалась, чтобы в будущем, это уже демографическое вопрос, но это процесс, чтобы можно родить дитину и спокойно выховывать в Польши. И самое важное, это отримать доведение, лекарь не выдают доведение, при родине, в основном свидетельстве о родине детском. Треба идти до ближнего Уженого Стану Цивильного, то есть в отделе реестрации цивильных актов, где можно дитину сразу зареестровать. И очень хорошо было, как бы сказать, не говорите, что ты не знаешь польскую. Он говорит, как батько иди, но мать не может идти. Иди батько, хоть немного разговаривайте польскую, потому что если пани там увидят у Женичка, чтобы вы не разговариваете, польская у нас каже, что сразу с Тумачем Пшищенко, с перекладачем, присяглим прийти, и треба его брати, того перекладача, ему платить гроши. Тобто треба стараться домовиться, завжди договориться. Есть такие ситуации, люди до меня телефоновали, где перекладача найти, я пришел, батько пришел, и он вообще не разговаривает, чтобы зареестровать сына. Я еще такого не слышал, но теперь буду знать. Пошел на Пивсуцкого, у Женстана Цивильного. Мы там, кстати, тоже получили. Так, так. Он пришел, и пани до него что-то сговорит, а он показывает ей добитку только, и все. Я говорю, ну, стоит все разговаривать, не бойтесь, так? Ну, это же такое вопрос. И, если есть свидетельство про шлюб, показать, что это... Что тоже переведенное, кстати. Переведенное, так. Но если нет свидетельства про шлюб, то тебе тогда, это важно, такую заяву, декларацию скласти, что вы батько, что я батько твоей дитины. И тогда надо эту польскую знать хоть немного. Там, ошвядачу, что я этим ойцем. Когда проблема действительно с мовой, то надо договориться с перекладачем, присяжного перекладача взять и прийти в присутствие с перекладачем. И там, визь меня, не знаю, 100 злотых максимально за такую послугу. И тогда они выдают Уженстану цивильного, ну, как бы, РАК, как это украинское называется, Клоризак сказали, выдают зашвядачение о уродзене, то есть акт уродзения. И уже на представье всего можно подавать на карту по быту для дитины, можно подавать в консульство, чтобы паспорт выработать. На представье всего, что вы оформляете все документы. Тут свидетельство о родзене, свидетельство по народзене, акту уродзения. Можно подать дитину на карту, по-просто, так, поединение до батьков. Чи до мамы, чи до батька. Тобто, або будет это приеднание до трудового эмигранта, або будет объединение родины. Тобто, если у батька уже другая карта, он больше двух лет, то будет объединение родины, с семьей. Но, это все равно для дитины, это без разницы, так, фактически. Я еще слышал такую вещь, сейчас как бы сам в процессе этого. У меня же получается так, второй ребенок родился здесь тоже, меланка, мы прошли этот процесс. У меня, кстати, я здесь все составлю, вверху ссылочку, тоже снимал видео, как это все сделать, потому что сами столкнулись с этой проблемой, это реально тогда была проблема. И многие потом мне благодарили за эту тему, что я реально ее расписал, мы там ездили в этот консолат, Варшаву, ну как бы все-все-все эти пошагово тоже сделал. И смотрите, слышал такую тему, сейчас мы уже в принципе пребывание наших 5 лет здесь, и у меня есть возможность уже подаваться на резидента. То есть, я услышал так, что если я получаю резидента, и ребенок, который родился здесь, он получит сразу стол и побы. Стол и побы. Так, я тоже так хочу. Поэтому, да, один из лайфхаков. Родители, которые уже 5 лет прожили здесь, и один из детей, ну как были дети ваши, родились в Польше, вы получите карты резидента, то дети, которые родились здесь в Польше, получат не карты резидента, а уже сразу получат стол и побы. Отлично. Але люди думают гемодянство, так? Ну да. Чтобы думать польское гемодянство, то есть кто-то будет с польским гемодянством, с батьков. Вот это по крови идет, так? Много тоже, много вопросов было, а как, если ребенок родился здесь, получает ли он сразу, как бы, гражданства, к сожалению, нет. В Польше здесь, не по земле, как говорится, а по крови. Само как в Украине. Как поляки прийдут в Украину, и там дитина народится, то автоматично дитина тоже не отримает гемодянство украинского. Так, так, так. Может кто-то будет мать из батьков гемодянство? Только кто-то, да, кто-то должен из родственников быть, родители или бабушки, ну как бы, как здесь так же само, кто-то же может получать карту поляка, там, на основании того, что какие-то родственники, да, здесь были, но то, что если ты ребенок родился здесь, он автоматически не получает гражданство. Ну, если батько поляк, а было бы. Ну, разве что, да. Разве что. Все гемодянство, так? Угу, угу. Хорошо, есть еще что добавить к этой теме? Я знаю, что добавить к этой теме. Потом набагато, наибольшие проблемы есть потом с выраблением паспорта, так, в ВК. Консульство. Насколько я знаю, что принимают без червей. Что самое интересное, это связано с украинским консульством, с украинским консульством, а не с польским, уже думстанно в серверной. Что принимают без червей, так, в Варшаве? Ну, сейчас вообще это все такая история. Я обязательно ссылочку вы здесь увидите, повторю ее еще раз. Вы увидите, как и через что приходится проходить людям, чтобы получить паспорт для ребенка. Но это я как вспомнил, это целая история. Это сказать тоже, что не имеет обовязково установленного термину, когда твой паспорт нужно отримать. Детина не может быть нелегально. Да. Теоретичная должность, мало правдоподобная, чтобы так не стрессоваться сильно, так, что мы не забили паспорта, еще дитине, там прошло уже три месяца. Подать документы и залогодживать. Главное, вам не забыть, потому что моя ошибка была в том, что я думал, что я сразу получу паспорт, когда я туда поехал. А ехать нужно только в генеральное консульство. Оно находится только там или в Варшаве, или в Кракове. Ну, смотря где территориально, вы находитесь в Польше, куда вам ближе всего ехать. Первое, что вы должны сделать, это написать заявление, чтобы консульство подтвердило, что она является гражданкой Украины. И только потом, на основании этого заявления, когда уже есть эта выписка, что да, она является гражданкой Украины, или гражданином Украины, да, этот ребенок, консульство сможет принять заявление на получение паспорта. Я этого не знал. То есть, я поехал, думал, ну все, и мне пришлось несколько раз туда ездить. Ну, как бы... А это заявление, это при нотариусе? Нет, там от руки все там, ну, как бы, и там все есть, я там все, вам видео увидите, посмотрите, потому что там, у нотариуса надо было, мы к нотариусу что ходили, потому что я поехал сам, и мама давала мне согласие, что я могу сделать, ну, как бы, проделывать все эти процедуры. Поэтому вы или в консульство должны вместе ехать, два родителя, или доверенность должна быть от мамы, как бы, еще и написанная вручную. Ну, там все это, там подробно я вам расписал, видео снял, вы увидите, даже примеры этих доверенностей, я тоже там это делал. Потому что на тот момент регистрация была, ну, чтоб ты понимал, приблизительно 3-4 месяца очередь. То есть я приехал, я понимаю, что у меня сегодня не получится, и мне приходит, пришлось бы опять записываться, и через 3-4 месяца я бы только туда попал. Но поскольку у нас не было этого времени, нам надо было выезжать на Украину, то, в принципе, мы поступили следующим образом. Для Дании, нашего старшего, я паспорт заказал, потому что мне не надо было ничего там доказывать, просто ему надо было поменять паспорт, то я его здесь поменял. А для Миланки, уже когда приехал за Даниным паспортом, то просто получил временный. Временный паспорт дается от руки, он в тот же день временный дается, чтобы выехать из Польши. То есть мы так и сделали. Да, белый такой. Мы получили временный паспорт, выехали в Украину, и в срочном порядке просто на Украине за 10 дней делали. Это может каждый действительно выехать, как я могу вести. Но если есть, ну, как бы есть такая необходимость. У многих, например, нет необходимости выезжать, у кого-то много времени, те могут, конечно, вот растянуть это, оно как бы... Но это поскольку ездит до Варшавы. Целый день ты не працюешь, берешь отпуск. И не только до Варшавы, но вы можете находиться в разных там местах. Кто-то до Краково, кому-то до Гданьска придется ездить. Это ты встречаешь, например, за день не працюешь, так, доезжаешь, так? Ну, а так на Украину выехать и дома еще до 10 дней, но тоже как бы... Ну, а ты... Просто... Идешь домой, бачишь близких, так? Мы тогда запланировали, у нас была рождественская поездка, то есть это все было запланировано там, мы тоже паспортном столе договорились, были знакомы, что вот мы приезжаем, сразу все складываем, ну, как бы... Все, мы так все успели и за рождественские каникулы можно, так сказать, все сделать, получить паспорт для Милынки и вернуться обратно. Но это целая, да, это целая процедура, поэтому... И требует помятать, чтобы ту владу, ну, не владу, взагалі в Польщі, подать до воеводи, до ужин до воеводского внесок, заяву на побит, на побит, так? На побит часовый. Побит часовый, так? И до этого сделать копию в нотариуса цего акта уведения, просто и долучить. Побит часовый, ну, вписать данные, подпишать, ну, батько, что там мама подпишется, как законный представитель. И ты без паспорта? Можно без паспорта, податный, хотя бы, процедура начинается, а потом, что... Они потом будут спрашивать, а паспорт, а доуэ там? Ну, ты уже, конечно. В принципе, да, можно... И там, например, какого-представа перебывания, ну, то там, або побит с судоземцем, або в иных околичностях. Ну, иных околичностях и зазначаетесь, то, где там побит с мамой, с татом, так, с отцом, какогось так там, пощается. Я какогось подавал, но зараз, треба памятать, там меняется все, так? И на околичности, то побит с родицами, так? Побит с родицами, ну, и... там, счетки финансовые, ну, то там, обеспечение зус, например, такие вещи. Ну, это уже такие моменты, которые родители однозначно уже знают, что сами прошли, когда получали эти карты, они уже 100%. Ну, хотя иногда возникает вопрос, а как легализовать ребенка, да? Вот человек поехал домой, родители забрали ребенка, а как? Приходят к нам, как к работодателю, и мы говорим, ну, к сожалению, мы никаких документов не даем, это все от вас. Единственное, чем, что мы вам даем, это мы можем дать за освещение в заробках, которые вы прикладываете к делу ребенка, зусыр муа, потому что вы должны его взять на свое обеспечение, как бы здоровье тоже. Ну, рекомендуем и советуем, чтобы ребенок мог посещать больницу бесплатно и пользоваться медициной здесь. Ну, как бы вот такие вещи, а все остальное, это вы уже сами там собираете. Гюрин, например, если на протезе, например, трех или четырех месяцев не подадут на карту батьке, на карту не подадут на дитину и будут выезжать, то старая женщина тоже не будет работать с этим проблемой. Не скажи им, что дитина нелегально перебывала, так? Это тоже не должно быть с этим клопотом. Я вважаю. Ну, как мне скажут, я дитина, когда родилась, прошло четыре месяца, а вы подали на карту, не подали, то это не должно быть проблемой. Но, скорее всего, как наше лучше подать. Так, ну, скажем так, если планируете здесь оставаться, то да, ну, если через три-четыре месяца люди просто собираются выехать, ну, тут, в принципе, есть смысл, нет, да. Просто да, мы просто на стражей женщине и задаст вопрос, как бы скажите правду, мы там выезжаем, да и все. И все, и у него никаких вопросов дальше не возникнет. Как мне уже тоже, я там консультировался, когда мы столкнулись с этим, я довожу сразу консультироваться со всеми, вот с Паном Яцеком Винярским, который был директором ужина, кто-то там 10 лет, я же к нему на консультацию. И он мне говорит, Вадим, ты знаешь, за почти 20 лет работы, там 19 или 16, сколько у него там было, говорит, я еще ни разу не слышал, чтобы младенца депортировать. То есть, в принципе, проблем никаких не возникнет у вас. Ну, вот такая вот, в принципе, в принципе, все, да. Вот такая тема сегодня была такая хорошая, как легализовать рожденного ребенка здесь, в Польше. Поэтому я обязательно оставлю ссылочку на то видео, которое я снимал, через что мы сами, как семья, проходили тоже в этом, под этим видео. И обязательно под этим видео вы найдете контакты Виталия, номер телефона, мейл, сможете звонить, писать ему и задавать интересующие вас вопросы. Окей, и хочу анонсировать следующую тему, которую мы будем поднимать с Виталием. Это договор аренды жилья здесь, в Польше. Окей, ну все, в принципе, тема о легализации рожденного ребенка здесь в Польше подошла к концу. Новую тему мы тоже анонсировали. Поэтому, скажем так, возникают вопросы, пишите, звоните Виталию. Ну, увидимся в следующем ролике. Все, всем пока.